здравствуйте друзья эта неделя у нас задалась такая в общем напряженная вот сегодня четверг но вот четыре дня можно сказать отрубил я и занятий много на мою голову упало и сегодня я еще вел второй урок по автомате автоматизированного тестирования а плюс я еще вел у нас есть такие мероприятия называется клиренс клиренс бывает чтобы пойти на практику то есть кто клиренс не прошел его на интервью пока не посылают а второй клиренс это когда уже с практики вернулся чтобы мог на работу идти как бы отвечал на основные вопросы вопросы все известны заранее то есть по каждому вопрос там есть видео как к нему готовиться и это совершенно не значит что люди придут подготовлены то есть как бы мы все время пытаемся как-то сделать чтобы они подготовились но они как-то не очень готовится более того вот скажем у нас такие бригады по 6 человек мы с ними работаем и ну больше просто мы не успеем поговорить там несколько часов которые отводятся вопрос не успеем больше 6 но с одной стороны там чтобы записаться на это мероприятие нужно там недели за 2 за 3 записывают знаете а с другой стороны легко могут не прийти например там из 6 могут легко не прийти 3 иногда и 4 могут не прийти ну как то вот они так вот кто предупредит заранее там за день кто вообще не предупредит да легко может быть что вот пришли 6 и не один не прошел то есть это гораздо более типичная ситуация что пришли 6 абсолютно неподготовленных и пришлось их отправить нежели допустим пришли 6 и там 5 прошли это уже даже представить такого не могу и даже 4 сложно но вот если 3 из 6 этот это очень приличный результат я честно говоря как-то не имею объяснение ну ну то есть как сказать я могу конечно как-то объяснить но все-таки серьезные вопросы решаются в жизни и деньги заплатил человек и вроде же не то что там три копейки заплатил да там все таки там 4 тысячи там слили с лишним он ездил он ходил на уроки он что-то там делал но я не один много много все и осталось то вот ну чуть-чуть же вроде осталось там но уже сделай ну что там на прошлой неделе середину по всякому было но вот были три компании которые пришли интервью рот никого не взяли вообще ни одного человека то есть хотели взять там по нескольку и не взяли говорят ну чё ты где-то вас в этот раз слабоватенько они почему приходят они когда-то кого-то взяли и этот кто-то там но хорошо пошел все дела и они как пойдем еще возьмем они приходят а выставить некого понимаете вот как бы те которые есть но как бы хорошие маркетинг они быстро разлетаются вот раз нет человека вот а дальше еще есть такая знаете история что вот у многих девочек из индии у них computer science degree вот прям написано computer science и бумажечка есть там как положено а дальше она там например отсортировать массив там на джаве уже не может хотя в режиме написано java или там спросят что такое там класс там метод объектом наследование инкапсуляция нет ответа они что же они приходят и говорят нам нам только вот с computer science вага пожалуйста сколько у вас есть мы говорим вот 10 а ведь давайте все 10 подобрать никого не взяли собственно от них ничего такого то и не требовалось нет не то что их брали там из стэнфорда и прям свеженьких нет то есть понятно что у них перерыв там понятно что они где-то но как-то даже не знаю чё сказать вот я когда-то из тут связи заканчивал и могу сказать что нам мозги этой связью так у компании укомпостировали что я я до сих пор себя ощущаю связистом если у меня спросите миша вот ты по профессии кто я сказал я связист причем я тот связист еще пойти вот той эпохи связист но но я как бы по автоматической коммутации да вот номер набираешь да что дальше будет вот это я там сети протоколы но вот это вот это вот я не говорю про токио я потом работал тоже там цифровым дизайном занимался там отдельно но но нам все мозги укомпостировали связью и 5 а тут вроде люди закончили по компьютер сайенс и вроде не прошло 40 лет там как как у меня а все-таки там ну ну внутри ну 5 но сколько я не знаю и так вот раз еще есть интересная фишечка различающая скажем нашего соотечественника и индийского значит студента индийский студент выращен воспитан в таких обстоятельствах что он должен вызубрить вызубрить и есть один дядька смешной я его смотрю иногда на ютубе он там индусик такой хороший он мне очень нравится он преподает автоматическое тестирование какой-то группе онлайн студентов ну там их немного по именам вызывает их там человек 78 и вот он все это записывает потом выкладывает на ютубе и да так вот они должны что-то там запоминать понимаете и он туда бубу 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 и я смотрю как он как он ведет урок он просто вколачивает в мозг это просто как вот как молотком туда и он мне в этом смысле даже нравится то есть я посмотрел там час чувствую вышел чувствую у меня в голову наколочено немного немного он так найти не быстро это делает я сказал совсем даже неспешно я могу там со скоростью там полуторной даже двойной слушать это не будет быть тоже не будет быстро так но просто чего рассказывать они выращены в условиях когда надо вызвать и фирме дергают и проверяет как вызову поэтому они легко зубрят я помню девочка у меня была из индии там она что-то тест написал я госпитала она говорит как списала я буду вот же копипейджа чистый аргит майкл да ты чё дай мне бумажку эти еще раз напишу я я во что что запомнила что ли она идет конечно годами выращены такими мы я вменем мегать запомнить легче чем понять что там понимать раз и запомнил вот и у них абсолютная уверенность у многих я не хочу сказать у всех но очень многих уверенность такая что если он вылуприл на память это может скажем что такое там не на регрессинг и он вот дает тебя это определить а при этом не понимает вообще ничего но то есть вообще то есть любая попытка что-то своими словами из него вытащить в каких-то обстоятельствах да что что тут что там полный ступор полный 0 его значит и они уверены абсолютно что если они вызубрили то им за это что-то они должны пройти на следующий этап они должны сдать тест они должны отправиться на интерншип они должны пройти интервью они должны получить работу а как только ты попадаешь на интервью я не знаю может в индии так именно бы изобретать надо я даже не знаю на работу чтобы но здесь они хотят понять что ты понял чего-то потому что если ты не понял как же как же ты работать ты будешь это же за тебя что ли на все дело в общем человек хочу сказать что такая вот интересная особенность а у наших противоположная мы вот настолько значит воспитаны что мы должны что мы такие соображаем что главное соображать вот там есть зубрилы какие-то несчастные а вот мы соображаем мы может там книжек не читали и там домашнее задание не делали но мы соображаем вот а вот этой золотой середины что-то как-то ну бывает конечно тоже бывает чтобы так и соображал и занимался но это чемпионы вот человек который и соображает и занимается он просто я даже не знаю там ну и в конгресс над что ли выбрать вот и там немного в конгрессе вот может ему туда сразу я не знаю или просто в какие-то миллионеры там даже даже не знаю чё сказать редкая очень редкая категория во всяком случае вот так что вот через нашу школу именно как-то эти может быть больше в стэнфорде где-то да интересно а мы-то все думаем вот я все время мы все время думаем как вот сделать так чтобы чек все-таки занимался и не зазубривал все-таки а все-таки понимал и и задание домашнее делал и не списывал бы вот так вроде там на сядет сидит преподаватель проверять контрольные говорит там почти все списали ну там значительную часть списали я говорю а как это видно она говорит ну вот читай я читаю действительно это вот как мы там даем прямо чистый текст такой идет неизмененный но от руки это не то что copy-paste там на компьютере когда мы на компьютере пытались это делать там там и сейчас кто-то дает это просто чистый copy-paste там просто страшно смотреть при том что вроде педагог в классе и вроде ходит и смотрит им мы говорим нельзя выходить вот должны видеть что они знают чего не знают мы же их выпускаем они они же должны потом интервью проходить правильно мало того что их не возьмут никуда так еще у нас перестанут брать перестанут с нами разговаривать такая дискредитация происходит ну и так как-то стараемся ну чё-то я не нахожу способов я не знаю вот вот как сделать чтобы люди не списывали ну даже ваш прибор какой-то который током бьет или там следит за эти так следит за движением зрачков раз влево бух там током там расправа бух током я так утрирую но я пытаюсь аппаратно это решить я же сказал я связист вот аппаратное решение какой-то не знаю я думаю может это всюду так может это мы не исключение может так как-то может так и надо а мы чё-то не понимаем реаль реалий современные современного мира и что-то вот так мудрим или можно да как-то так отбирать чтобы только там с phd хотя тоже на этом phd phd а там массив отсортировать не умеет так тоже может быть надо я так думаю а с phd другая проблема среди phd через одного люди как бы не от мира сего то есть они наверное умные очень но как бы в своем в своей какой-то реальности существует вот им говоришь что-то а он мало того что не понимает или понимает тебя совершенно превратно но он с тобой хочет поспорить то есть это думаешь нужно ли тратить время чтобы спорить или все-таки правильно там сказать ему иди пока домой вот разучи приходи и мы с тобой поговорим как ты выучил например тоже бывает вот интересно друзья интересно вот они реалии империализма то вот он мир чистогана хотя казалось бы правда а тоже наверное они думали вот сейчас я приду в школу я там как сяду да как понесусь да как заниматься буду да как меня потом это вообще давай и и как-то не получается да мы тут сейчас нет мы я не хочу всех секретов выдавать у нас там и камеры стоят и там чего на мониторах делается мы тоже видим да тут вот буквально во время урок иначе там смотрим у нее там футбол идет значит сидит во время урок на первом ряду сидит смотрит футбол рядом с ним еще один сидит тоже уже урок не смотрит смотрит футбол ну не можно кажется так а чё тебе заплатил бабки пусть смотрит правильно что-то нормально я с удовольствием например в принципе если кто там готов заплатить там я не против пусть смотрит не в принципе кто хочет футбол смотреть приходите да ладно приехал я домой неделька была тяжелая но мы прорываемся хорошо прорываемся и прорвемся дальше счастливо а